Вот мимо вот такого места, мои хорошие, мы сейчас проезжаем. Всем привет, забыла поздороваться. Съемка без фильтров, никаких фильтров нет. Вот такого цвета море. Оно голубое, прям голубо пересовывает. Куда-то нас муж везет сегодня, у нас сегодня воскресенье, семейный день. Приехали мы в село, называется Карабрун. Интересное название кара, это черный грунтый нос, не знаю почему так называется. Находится оно прямо на берегу Ильейского моря, по дороге в Чешме. Гуртан Чешме, чук я кангаля, подаймем. На улице никого, жарко уже. Уже жарко, в машине уже, мы включили кондиционер. Мы спустились к морю, вроде как. Моя принцесса проснулась только что. Ну, местечко, конечно, маленькое, набережная, тоже маленькая, как себе. Народу нет практически, это прекрасно, народу нет, лафа. Вода очень-очень-очень чистая, она просто прозрачная. Только из-за этой вот воды, такого красивого цвета, можно сюда приехать. Муж говорит, что это еще она не чистая, она говорит, бывает намного чище. По-моему, в Чешме вон там вот. Здесь вдоль набережной рестораны, рестораны, как и принято, в принципе. Но вы знаете, местные рестораны, они похожи больше на кафе, но называются рестораны. Ой, Зеграшкина нога торчит. Я сняла с нее колготки. Когда совсем жарко, я, конечно же, снимаю и колготки снимаю, и обувь, и носочки все снимаю, чтобы ножки голенькие были, чтобы поддышали. Я чувствую, что мне самой вот жарко, и, естественно, детям тоже жарко. Раздела ножки их. Здесь что-то строят. Гостиница, наверное, скорее всего. Мелкая-мелкая рыба. Попас. Вот. Мелочь такая. Это что, морские ежики? Это что, ежики это? Я еще тот знаток животного мира. Ай, сколько здесь рыбы. Скорее всего, что в этом селе, в этой деревне тоже народ в основном зарабатывает ловли рыбы. Ну, как и везде, в принципе. Но я не пойму, почему рыба сама по себе дорогая в Турции. В Измире, например, в ресторанах рыба дорогая. Так, здесь такая опасная лестница. Опасный, опасный. Ай! Вот эти домики, скорее всего, это сдаются. Так часто бывает, я не могу утверждать, но, скорее всего. Ой, как мне нравится, что здесь нет кучи народа. Вы представляете, мои хорошие, дочь, видимо, укачала в дороге. И она срыгнула ей настолько много. Первый раз я видела, чтобы столько срыгнул ребенок. Она испачкала все, всю свою одежду, себя, коляски, пленку, то, что под ним было. Ну, я ее все помыла, все носит. Она без одежды, я ее укутала в одеяльце. И мы сейчас в поисках пойдем поищем что-нибудь, чтобы на нее одеть. Вот, представляете, хорошо, погода очень теплая. Просто повезло. Первый раз ребенка укачала. Не знаю, не первый день ездить, все было прекрасно. Почему именно сегодня? Вроде она ела, как обычно. Как обычно, кашу с бананом поела и смеси. Все, больше ничего я ей с утра не давала. Но все-таки вот укачала в дороге, потому что дорога сюда была такая, знаете, с серпантинами. Больше другого у меня, в принципе, предположения нет по этому поводу. Надеюсь, сейчас найдем, ну, в принципе, должно быть. Где-то же детей они своих одевают. Там впереди такие горы красивые. Прямо как в Дагестане. Кроме этой набережной больше, в принципе, здесь ничего такого и нет. О, розочки, розочки, розочки. Здесь в садах. Разные-разные. Так. Там что? Печели какие-то для детей. И еще дочь капризничает. У нее опухшие десна, я сегодня утром заметила. Короче, все вместе. Зубики должны выйти у моей принцессы. Поэтому ей все простительно. Что бы она ни делала, моей принцессе все простительно. Все это такое вот место. Посмотрите, какая панорама, господи. Я обожаю, обожаю. Вот из-за этого я очень люблю Турцию. Ну, конечно, не только из-за этого, но... Из-за этого просто невозможно ее не любить. Кстати, наряд для девочки я купила. Нашли в магазине, в центре. Уже одели ее, она уснула. Очень красиво. Море просто цвет бесподобный. Бесподобный цвет. А здесь позади горы. Здесь такой чистый, очень-очень чистый воздух. Красота. Сейчас мы поедем в какое-нибудь место другое. Потому что нам, ну, за платьем, за нарядом точнее, мы выехали. И получается... Ай, выехали и пришлось... Ну, короче, не заходили возвращаться. Ай, маки. Бабочка. Где ты, бабочка? Бабочка, бабочка. А там ромашки. Здесь тоже ромашки. Здесь такой склон. Свалишься, мало не покажется. Ну, что не сделаешь ради красивой съемки. Как спокойно. Я слышу, как внизу цикады. Цикады поют. Маки, 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 маки. Очень красивые. Ах... Приехали мы в соседнее деревушко, поселок. Мор Дуан называется. Мор Дуан. Так. Набережная. Здесь у них пляж сразу. Измери такого пляжа нет. Не то, что такого, а вообще пляжа, где можно купаться в самом городе, нет. Детки уснули в машине. Наконец-то сейчас поспят, иншалла. Вода здесь тоже чистая, я вижу. Чуть-чуть ветерочек здесь. Ну, хорошо, что не жарко. Такой прям жары нет. Вот я вижу напротив отель. С видом на море. Очень красиво. Да, вода прозрачная, но по-моему там был очищен. Вот такой вот выходной у нас сегодня получился. От дочери купила этот... Такой костюмчик хорошенький. Пышная юбочка с фатином розового цвета. Внутри пайетки по подолу. И футболочка с пайетками тоже. А была она одета у меня сегодня в красное платье. Ну, вот не судьба. Мы сегодня были команда в красном. Красно-белом. Ну, ничего. Дурк, дурк, дурк. Вот она. Вот она моя девочка. Вот она, моя грозавица. Солнышко моё. Кафешки, кафешки. Здесь, конечно, народ побольше. Бросседа, колобалы. Дай мне. Бросседа, колобалы. Здесь тоже лодки, лодки. В принципе, это во всех маленьких таких городках. Везде эти лодочки. Ловят рыбу. Так и живут. Так люди и живут. Ну, воздух чистый очень. Единственное, шумят трактора. Да, вот на работу там идут. Делают дорогу. Господи, какого же цвета вода красиво. Как я люблю, когда не бывает много народу. Ну, наверное, не я одна такая. Сразу и дышится легче. О, изюминские леси. Труглый такой отельчик небольшой. Я уже, знаете, разучилась снимать. Раньше я снимала так, что у меня камера не тряслась вообще. Сейчас разучилась. Такой вот мостик. И мы по этому мостику перейдем ближе к морю. Это тоже море. Не канава какая-то, а именно море. Местная достопримечательность, я поняла. Рыбак, который держит рыбу в руках. Я не сразу поняла, что это рыба, что он пригляделся. Что-то там написано. Что-то там написано. Знаете, раньше я не была любителем моря. Да, я и сейчас не любитель моря. Вот это вот купание, это все не мое. Я могу крайне в случае загорать. И то последнего два года загорала. Но мне хочется приезжать к морю. И раньше тоже я любила море. Только из-за того, что можно возле него подышать. Сейчас мне хочется приезжать часто к морю, чтобы дети могли подышать морским воздухом. А как у меня прям такой бешеной любви к воде. Вот этому всему нет. Вот такой небольшой водоемчик тоже я здесь нашла. Здесь тоже, по-моему, эти ежи. Куча их просто. Ну, цветочки. Вот красивые-красивые такие. Наш папа ушел. Бросил меня. Ты бросил меня. Ты бросил меня. Как там песня была дальше? Не помню. Доча проснулась уже, представляете? Мы где-то на пару минут остановили коляску и море. Она сходу проснулась. Сходу. Папа что-то ищет. Особенно из рыбы хочет поесть. Так, вот что мы заказали на перекус. Я заказала уфа-кебаб. Муж заказал эти котлеты, запеченные под сыром и так далее. Всем приятного аппетита. Закрывайте буду Айраном.